Салют, я Харли и с вами снова Гиг ТВ. Видеоблог для гиков. Ну и напряженный же был ноябрь. Хэллоуинфест 2013 в Екатеринбурге. Начало продаж PlayStation 4. Ну и конечно же 50-летний юбилей Доктора Кто. Мне кажется, пришло время немного расслабиться. На календаре 5 декабря, а это значит, что именно сегодня отмечал бы свое 112-летие создатель мечты почти каждого ребенка. Уолт Дисней. По этому поводу, мне кажется, надо добавить пару деталей в мой новый лук. Ну да, можно и так. Уолт Эрлайс Дисней. Американский художник, мультипликатор, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер. Отец Микки Мауса и Дональда Дака и еще более 200 персонажей. Основатель компании Walt Disney Production, которая к настоящему времени превратилась в мультимедийную империю The Walt Disney Company. Является создателем первых в истории кинематографа, звукового, музыкального и полнометражного мультфильмов. За свою необыкновенно напряженную жизнь Walt Disney, как режиссер, снял 111 фильмов и был продюсером еще 576 кинофильмов. Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками Оскара и премией имени Ирвинга Тальберга, обладающей статусом Оскара, а также многими другими наградами и премиями. Walt Disney воистину культовая личность. За свою относительно недолгую жизнь он смог совершить невозможное, ведь многим из нас и 100 лет не хватит, чтобы сделать хотя бы 10% того, что сделал Дисней. Благодаря ему полностью изменился взгляд на мультфильмы и некоторые жанры кинофильмов. Начиная с «Пароходика Вилли», в лентах Диснея важную роль начинает играть музыка. Звук в его фильмах служит не только фоном для диалогов, а становится их важной составной частью – музыкальным фоном, создавая гармонию всего рисованного произведения. Художники Диснея перед тем, как рисовать животных, всегда тщательно изучали повадки их живых прототипов, поэтому все движения на экране крайне правдоподобны. В фантазии Уолта Диснея впервые на широком экране появляется стереозвук. Все отмечали высокое качество музыкального сопровождения этого фильма, которое было записано в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под руководством Леопольда Стаковского. Благодаря Уолтеру уже несколько поколений не могут представить себе ни один мультфильм без музыкального сопровождения, пусть даже и ненавязчивого. Попробуйте представить свою любимую картину без сопровождающего трека. Это же ужас просто какой-то. Кстати, может быть именно Дисней стал причиной того, что сейчас все поголовно в наушниках ходят? Лично я, когда езжу в наушниках, выгляжу для окружающих, как невыспавшаяся унылая панда. Зато у себя в голове я уже три раза мир спасла, всех принцесс перецеловала. И познал смысл бытия. Панда, спасающая мир. Также благодаря Уолту Диснею появился такой жанр, как семейное кино. Думаю, почему оно так называется, объяснять не нужно. Вы у меня, ребятки, сообразительные. Почти каждый ребенок, по крайней мере моего поколения, вырос на мультиках этой студии. Каждая девочка видела себя в одной из принцесс. И каждый мальчик мечтал стать черным плащом или хотя бы зигзагом. Принцем из моих знакомых мало кто хотел быть. Как минимум потому, что в лосинах никто не любит ходить. А теперь, внимание, вопрос. Напишите мне в комментариях, какой у вас любимый диснеевский герой. Лично я всегда любила, люблю и буду любить спящую красавицу. А то, что я выгляжу сегодня как белоснежка, это так. Неполадки на производстве. И если многие, когда им плохо, смотрят комедии, боевики, мелодрамы, некоторые ужасы любят, то я всегда стандартно смотрю спящую красавицу. Иногда это становится поводом для напряженной атмосферы в доме. Опять ты смотришь мультики? Тебе уже 20 лет! Когда ты возьмешься за ум? Ну мам! На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте отвечать на мой вопрос. Это был Гиг ТВ. С любовью, Харли. Каждая девочка видела себя в одной из принцесс, а каждый мальчик не стал. Каждый мальчик не стал. На мент был стал, прилиго стал. Мне нравится больше стоящей красавицы, чем будет снежка. Я снежка тупая. У меня все клыки в зубах. Субтитры сделал DimaTorzok